Наконец-таки обратили внимание и защитили этот великолепный памятник. Он построен ровно 35 лет тому назад, в 110-й годовщине со дня рождения. Вы знаете, что сегодня он нуждается в нашей защите. И сегодня мы, выполняя его заветы, будем трудиться на коммунистическом футболе. Владимир Ильич написал работу «Великий почерк». Он создал государство для рабочих, для крестьян, для трудового народа. И сегодня весь трудовой народ в мире помнит о нем, отмечает день рождения. Сегодня мне хотелось бы открыть этот митинг и объяснить вам план коммунистического труда на сегодняшний день. Мы посадим деревья. Здесь ямы подготовлены. 70. Почему 70? Потому что 145 дней рождения посадят на территории музея. А здесь настолько березовая аллея, по которой Ленин въехал после покушения Каплан в горке в 2018 году. Она запущена. Она тоже нуждается в нашей заботе и в нашей защите. Битинг, посвященный коммунистическому субботнику, в честь 145-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, объявляется открытым. Слово для выступления предоставляется секретарю обкома, первому секретарю обкома, депутату Государственной Думы Василию Викторовичу. Я думаю, мы много слов сегодня не будем говорить, а лучше это слова, это дела, которые мы сегодня здесь делаем, очистим, вот этот перетрен. Конечно, величие этого человека с каждым годом все больше и больше растет. Это выдающаяся личность, которая добедела развитие 20-го, я думаю, 21-го века. И сейчас вся международная обстановка показывает, что действительно в каждом году вот это величие Владимира Ильича Ленина растет. И должен, я сказать, все больше и больше трудов, это и лично. Сегодня это субботники, посвященные годовщине юбилея Владимира Ильича Ленина, проходят практически во всех территориях Московской области. Вот мы, наши коммунисты, и не только коммунисты, отдадут должное этому человеку. И мы, вот Владимир сказал, что это действительно уникальный памятник, великолепный скульптор, который осуществил вот это вот и воплотил в этой скульптуре. Действительно, ему этому памятнику угрожает большая опасность, вы видите, вот с левой стороны логистика, все это выкуплено. И очень хорошо, что у нас есть Ленинская партийная организация, вот здесь товарищи присутствуют, которые стоят на страже с тем, чтобы этот памятник отсюда не перенесли. Мы вчера открывали памятник после инфраструкции в Королеве, великолепную тоже скульптуру, там несколько сот человек собралось. И, по сути дела, весь день, весь город отмечал юбилей Владимира Ильича Ленина. Владимир Андреевич, Владимир Иванович Кашин, вся структура административная, вот целый день занимались и открытие памятника, и затем день труда, который проходил. По сути дела, город Королев показал науку град наш, ну, свое сопричастие к министической нашей идее. Сегодня памятник будет восстановлен в городе Донецк, на Украине, вы знаете, там страшные события происходят, вот совсем никто не ожидал, что такое может быть с нашим братским народом, в том числе сопротивление. Поэтому сегодня мы лучше вот нашими делами покажем, наведем здесь порядок, вот, и дальше будем охранять и оберегать вот то наследие, которое Владимир Ильич Ленин передал вам. Ну, и символично, на этом будет правильно сегодня вручить партийный билет вновь поступившему нашему товарищу, и поздравить его с его выбором, с его сопричастностью. Зуков Михаил Алексеевич. Благодарю вас. Спасибо. Только с нами мы надеемся на нашу правильную работу. Так, слово предоставляется заместителю председателя Московской областной думы, второму секретарю обкома Черемисову Константину Николаевичу. Спасибо. Дорогие товарищи, ну, вот когда сюда ехали, те, кто слушал радио, наверное, слышали, что сегодня в Харькове снесли два памяти Владимиру Ильичу Ленину за ночь. Я вам скажу, что поэтому то, что мы отстаивали с 90-х годов память Ленину, это признак того, что мы уважаем свою историю. Мы уважаем людей, которые создавали наше государство. И поэтому, когда сегодня мы во многих наших муниципальных образованиях устраиваем субботники, где не только, скажем так, о багажном памяти Ленину, но и наши войско-мемориалы, мы говорим о том, что если мы этим не будем заниматься, то мы пойдем по пути Украины, где ничего святого уже не осталось. И к власти может прийти вот такая же хунта, как и там. И то, что Николай Дмитриевич сказал, что он счастлив, что мы сегодня здесь. Я еще раз говорю, я очень рад, что мы ему такое удовольствие доставили. Хотя, еще раз говорю, памятником мы занимались вот именно этим и будем заниматься дальше, потому что еще далеко не все завершено в процессе отстаивания этого памятника вот именно на этом месте. Столько было написано писем, столько переговоров с властями было проведено, чтобы он сохранил вот именно здесь, где мы с вами стоим. Поэтому я думаю, что наша общая задача сегодня не столько много говорить, сколько работать, еще раз сделать все возможное для того, чтобы те, кто проезжает, кто рядом живет, видели, что в том парте символы государства свои не просто охраняют, но она их приводит в такой порядок, куда можно будет привезти молодежь, показать, рассказать. А у нас есть, именно в нашем государстве рассказать об истории и сделать все возможное для того, чтобы мы смогли воспитать уже наше достойное поколение, которое после нас уже будет заниматься точно так же в вопросе патриотического воспитания. Поэтому еще раз думаю, что сегодня мы поддержим тот призыв партийный, где сказано, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы своим ударным трудом показать, что компартия не просто жива, она способна, она работоспособна и в дальнейшем сделать все возможное для того, чтобы действительно наши люди, наши достойные люди стояли у руля власти на всех уровнях. Поэтому еще раз с трудовым праздником, всем здорового и счастья. Всего доброго. Снова предоставляется секретарю ОКОНа, председателю комитета по самовыставлению на уме Александра Васильевна. Дорогие товарищи, сегодняшний день, в преддверии дня рождения Владимира Ильича Лемина, коммунистический субботник, это возрождение, я считаю, это именно возрождение той традиции, которая была в Советском Союзе. Вчера, вот Николай Ильич сказал, открыли памятник, реставрировали, потому что это совсем уже новые памятники, потому что он был практически разрушен. Это впервые в Московской области прошло такое замечательное мероприятие, которое действительно мы будем освещать и показывать, что так нужно поступать, нужно восстанавливать все памятники, потому что главы, ряд глав, которые такие либеральные демократы, которые пришли к власти, пытаются рассуждать на тему. Давайте мы перенесем памятник, давайте мы его снесем, давайте еще какие-то, которые стоят в городах. Наша позиция в том, что каждый памятник Владимиру Ильичу Ленину должен стоять на своем месте. А такой замечательный памятник, как «Шагающий Ленин», это показатель мощи Советского Союза, показатель памяти Владимира Ильича Ленина. Вот сегодня мы приехали, посмотрели, как заброшен этот памятник, потому что, кроме того, что снесли, площадка фактически разрушена. Государство и область, и район фактически устранились от того, что действительно поддерживает свою историю, поддерживает традицию. Потому что память о Владимире Ильиче Ленине, как основатель советского государства, именно в том, что не дать возможность стране нашей возродиться, подняться и стать на то место, которое занимало еще совсем недавно. И не дать возможность всякой швали фашистской, как мы видим на Украине, именно переписывать историю по указке всякого рода западных советчиков. И мы вот то, что сегодня делаем, и действительно будем делать дальше, именно свою историю, свою память мы будем отстаивать, и мы победим. Товарищи, а сейчас я хочу предоставить слово самому уважаемому человеку в нашем районе. Вот сегодня субботник, чтобы провести коммунистический, вот все, что вы держите в руках, саженцы, ямки выкопанные, все это дело рук Павла Николаевича Крымского. Слово предоставлено. Спасибо огромное, Павел Николаевич. Я понимаю, что мы сегодня ударным трудом, скажем так, по чтению памяти обождать, мы были, в которых хотели, вот такая дата. Я думаю, что с этого дня начнется подготовка вообще к 50-летию, со дня рождения. Но хотел бы такой поделиться мыслью. Читаешь все время в новостях, что где-то на Украине разрушили один памятник, два памятника, три памятника Ленина. Я все не думаю, а почему это? Потому что Ленин вообще является символом единения народов, интернационализма. И символы, как правило, первые попадают, особенно на урожеские территории, под, скажем так, подгонение. Поэтому, поскольку это олицетворение было всегда, то есть образ вождя был всегда олицетворением единения всего советского народа, всего СССР, всякие темные силы с этим борются. Хотя прекрасно понимаешь, что те, которые борются с памятниками, это, конечно, враги вообще истории, враги прошлого нашего великого. А что у нас прошлое великого, никто с этим не спорить не будет никогда. Поэтому, я думаю, что сегодня мы такой маленький вклад в память, в великую нашу память оставим. И вот сейчас вот иду, смотрю, честно, не подходил сюда, увидел, что плитку украли. Значит, будем плитку менять? Надо делать так, чтобы все-таки видели, что памятник этот защищается всеми прогрессивными силами. А самым прогрессивным силами является Калючийская партия Российской Федерации. Ну и, скажем так... Игрессивно. Да, спасибо. Спасибо. Товарищи, а теперь чем мы будем заниматься? Значит, 20 человек возьмут лопатку, потому что кроме вас, и по человеку еще будет кто-то подносить, саженцы, держать, готовые ямки. Если ямка не подходит, подсаживай, немножко ее расширить, углубиться. Да, 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 да.